Всем привет! С вами Хельга Пирогова. Расскажу самые важные новости. Большинство раненых военных имеют ампутации конечности. Об этом впервые объявлено официально. Цифры ужасают. Госдума принимает новые законы. У Росгвардии будет еще больше полномочий, а у людей еще меньше прав. А Дмитрий Песков и Алексей Навальный заочно полемизируют о президентских выборах. Об этом в начале выпуска. Дмитрий Песков повторил позицию Кремля по предстоящим выборам 2024 года. У Путина нет и не может быть никаких конкурентов. Напомню, два месяца назад он уже говорил, что нас ждут не выборы, а дорогостоящая бюрократия, и что Путин наберет больше 90%. Но все-таки какие-то фамилии в бюллетене должны быть. Вот председатель Яблока Николай Рыбаков предлагает выдвинуть Явлинского. Видимо, чтобы повторить успех 2018 года, Явлинский тогда набрал чуть больше 1%. А что считаете вы правильным? Байготировать, навалиться на какого-то одного или поддержать любого не Путина? Алексей Навальный и вся наша команда просим вас пройти опрос о выборах для выработки своей стратегии. Там всего 10 вопросов. Ссылка на него в описании к этому ролику. Госдума тем временем штампует новые законы. В первом чтении принят закон, который позволит Росгвардии создавать добровольческие формирования. Они будут выполнять особые задачи, в частности, во время мобилизации, военного положения и контртеррористических операций. Особые задачи представлять нетрудно. Уже несколько лет непонятных мэрий помогают силовикам разгонять акции протеста. Это видео из Саратова 31 января 2021 года. Сейчас такие действия узаконят. Да и на войне не хватает рук. Но вернемся в коридоры Госдумы. Еще один принятый в первом чтении законопроект о праве губернаторов увольнять мэров городов. Неважно, кого там выбирали люди или хотя бы совет депутатов. В каждом регионе есть путинский назначение, который и будет определять, кому можно быть мэром. Это, конечно, еще один удар по и так полумертвому местному самоуправлению. Путин, Кадыров и другие чиновники высказываются в поддержку Палестины. А точнее, де-факто, с одобрением действий террористов из Хамас. Но гражданам России запрещено публично выражать даже такую, прокремлевскую, точку зрения. В Дагестане около ста человек собрались на митинг в поддержку Палестины. Однако полиция пресекла акцию. Официальных данных о задержаниях нет. Больше половины российских военных, которые проходят медико-социальную экспертизу, имеют ампутацию конечностей. Об этом заявил заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко. На инвалидов с ампутацией конечностей порядка 54 процентов от всех освидетельствованных. То есть это действительно такая яркая проблема. Причем по верхним конечностям доля составляет около 20 процентов. Это также беспрецедентно высокая доля среди ампутации конечностей. Среди гражданского это минимум-миниум процентов, в основном связанные с травмами ДТП либо травмы на производстве. По верхним конечностям конечно да. И 80 процентов соответственно это нижние конечности. Обычно такие страшные травмы в молодом возрасте носят единичный характер, как следствие ДТП или аварии на производстве. Сейчас же их так много среди молодых мужчин, что заместитель министра даже отказался называть точную цифру. И в каждой сломанной судьбе виноват один человек Владимир Путин. Другая новость. Данные клиентов салонов красоты, автосервисов, медклиник и фитнес-залов утекли в сеть. Речь может идти о 40 миллионах учетных записей из российской сериал-системы Дикиди, которой пользуются малые и средние предприятия. Хакеры уже опубликовали первые 100 тысяч учетных записей. Если искать какие-то плюсы, то такие утечки, как правило, становятся золотой жилой для расследователей. ВСИН настолько жадная структура, что отсудила у Навального, внимание, полторы тысячи рублей. За что? Якобы на каждое заседание судов Ковров приезжает региональный представитель ВСИН. А бензин надо уплачивать. За счет кого? Разумеется, обвиняемого. А если бы представитель ответчика приезжал бы сюда, я не знаю, на Мерседесе с 6-литровым мотором, или на Джиппе Хаммер, или на БТР, я должен был бы оплатить тонну солярки? Ну, хорошо, здесь, может быть, мы немножко доводим до абсурда, но это касается абсолютно каждого изца и каждого ответчика в нашей стране. И эти деньги будут вычитать из зарплаты Алексея, который и так составляет 4,5 тысячи рублей в месяц. Специально, чтобы он мог купить еще меньше продуктов. При этом по закону в пределах одного региона в Синовце должны пользоваться общественным транспортом. Самого Навального при оглашении решения отключили. В колонии выключилось электричество. Вот и все правосудие. Каждый раз удивляемся чему-то новому. А вот депутат Госдумы Дмитрий Саблин, который все время хвалился, что воюет на фронте, на самом деле регулярно отдыхает в Турции. Это выяснило издание «Инсайдер». Саблин – богатейший российский депутат, а его организация «Боевое братство» – один из крупнейших получателей президентских грантов. Рестораны, отели, агрохолдинг, продажа квартир для сирот – вот такой бизнес у депутата. А в Турцию он ездил под дипломатическому паспорту. Это ведь не воспрещается. Пока отдыхал с женой в Анталии, публиковал патриотические посты в соцсетях. Но почему-то расплачиваться за такие поездки вынуждены россияне с авто на российских номерах. Двойные стандарты, что называется. Путин прилетел в Китай на форум «Один пояс, один путь». Что удивительно, такой любимый партнер Си Цзиньпинь к трапу самолета Путина не приехал. Первые итоги – создание фонда развития гражданского авиапрома. Обойдется такой фонд в 100 миллиардов рублей. Будут вкладывать деньги в аэрокосмическую промышленность и цифровые технологии. Технологии, которых в России, кажется, скоро не останется. Очень перспективно. А в Латвии начали расследование о компании, которую подозревают в поставках обмундирования для российской армии. Что за компания неизвестно, но, скорее всего, речь идет об РТФ. Именно эта компания, как установило издание «Полигон Медиа», производит комплектующие для одежды. Только за полтора года она отправила в Россию продукцию на 6 миллионов долларов. А я напомню, что муж премьера Эстонии Каи Калас, Арва Халик, тоже промышляет бизнесом в России. Его компания занимается грузоперевозками. За него тоже взялись. Ну, хоть кого-то Евросоюз без внимания не оставляет. И снова сводки об израильско-палестинском конфликте. Из северной части Газы эвакуировали более 600 тысяч человек. Об этом сообщает Цахал. Ближайшие Гази страны и Ордания, Египет, который закрыл пропускной пункт Рафах, отказались принять беженцев. Альтернативных коридоров, чтобы они могли выехать, нет. Также сообщается о гибели еще одного командира Хамас, Аймана Нафаля. Он, по данным израильских военных, был одним из наиболее влиятельных высокопоставленных лиц в Хамас и наиболее близких людей к организатору нападения на Израиль. Мухаммаду Дейфу. Известно, что в ходе конфликта погибли как минимум 16 россиян. 9 числятся пропавшими без вести. Еще один человек находится у боевиков в заложниках. И завершим выпуск абсурднейшей новостью. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что к 2073 году россиян должно быть не менее 290 миллионов человек. Мы должны по призыву президента удвоить население России в ближайшие 50 лет двое. То есть нас должно быть к 73 году этого столетия не менее 290 миллионов. Притом на 2021 год, когда была последняя перепись, число россиян составляло 143 миллиона 400 тысяч человек. Меньше половины от грандиозных планов этого мерзкого зайчутки. Но смертность с каждым годом все выше, а план по рождаемости, увы, не выполняется. Об этом ли говорить Слуцкому, который домогался до журналисток и, видимо, тем самым выполнял поручение президента. А мы и не поняли. На этом все. Спасибо, что смотрите и поддерживаете выпуск новых роликов. Сейчас на экране имена наших спонсоров на Патреоне популярной политики. А в описании есть ссылка, чтобы присоединиться к ним. Если вам нравится наш формат, напишите в комментариях. В день рождения особенно буду рада и это почитать. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok